Здравствуйте, новости города на Ивантийском телевидении в студии Константин Гиргая. Партнер нашего выпуска компания Ивстар. Интернет без логинов и паролей. 7 декабря абонентский отдел работает по новому расширенному графику. Подробности в завершении выпуска, в котором вы увидите. Да будет свет! Вместо ламп накаливания энергосберегающие. Одиночество метро мультипликации. Кто поздравил Виктора Никитина с 90-летием? По букве закона городская библиотека проводит встречи со школьниками. Сегодня на планерке в администрации городское здравоохранение забило тревогу. За последнюю неделю 72 человека обратились в нашу ЦГБ за медицинской помощью из-за травм, полученных в результате гололеда. Особенно актуально с наступлением заморозков и ранних сумерек стоит вопрос освещения улиц и дворов. Всего в нашем городе более 1700 осветительных объектов. Наша съемочная группа поинтересовалась, как работают по организации освещения управляющие компании. Ежедневно сотрудники третьего рэпа проверяют целостность осветительных приборов. Входят в технике свою территорию, пишут, где не работает освещение, уличное освещение. Они приходят ко мне в кабинет, дают мне заявки. Учитываются и жалобы жителей старших по дому. Затем формируются заявки и по нужным адресам отправляются электрики Александр и Андрей. Давай, крути ее, братан. Крути, крути сильнее. Если треснул плафон, его меняют на такой же, но целый. А если перегорела лампа накаливания, на ее замену ставят энергосберегающую. Светит на 70 ватт, а берет всего 15. Она сбережет деньги жильцов и прослужит дольше. Вот если такая лампочка накаливания, служит где-то 2-3 недели от силы, а энергосберегающая по 6-7 месяцев, по 8. И торжественный момент. Сегодня 26.01.2015 года. Мы засекаем момент включения пуска ракеты. Баба! Это быстрее, чем запустить ракету. 5 минут и готово. Электрики отправляются на новый адрес. С октября за два месяца уже заменено около 6 тысяч лампочек и 300 плафонов. Много работы подкидывают вандалы. Есть дома, в которых приходится каждую неделю менять осветительные приборы. К таким относятся здания 26 и 28 по Советскому проспекту. Или бьют светильники, или выкручивают лампочки. Поэтому приходится чуть ли не каждую неделю проходить и менять эти лампочки и светильники. А еще рэпы проводят эксперименты. В некоторых местах ставят светодиоды. Они, по словам коммунальщиков, более экономичные и долговечные. Третий рэп на днях планируют осветить ими дом номер 14 по улице Толмачева. Для этого закуплено 47 светодиодных ламп. Отдел по труду и социальным вопросам администрации сообщает, с 1 ноября 2015 года в Московской области повышен размер минимальной заработной платы. Такое решение принято в рамках сотрудничества правительства, профсоюзов и объединений работодателей. Соглашение о минимальной заработной плате устанавливает на территории Московской области минимальную заработную плату с 1 ноября 2015 года в размере 12 500 рублей. Соглашение распространяется на индивидуальных предпринимателей на территории Московской области и на все организации бюджетной и вне бюджетной сферы экономики, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета. До 23 декабря 2015 года работодатели имеют право представить в адрес Министерства социального развития области мотивированные отказы от присоединения, которые подлежат рассмотрению на заседании Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Достояние страны и своей малой родины Ивантеевки. В эти выходные Ивантеевское телевидение присоединилось к начальнику отдела управления социальной защиты населения Ольге Самойловой, чтобы поздравить с 90-летним юбилеем почетного жителя города Виктора Александровича Никитина. Одна за всех поздравляет Ольга Самойлова, почетного жителя Ивантеевки, художника-мультипликатора Виктора Никитина. Передает подарки от соцзащиты, поздравительный адрес от главы города и администрации и даже письмо от президента. С замечательной датой, конечно, в первую очередь я вам вручаю цветы, поздравительное письмо от нашего президента в ваш адрес индивидуально. Виктор Александрович работал художником-постановщиком на студии «Союзмультфильм», где создал более 30 мультфильмов. Придумал образы знаменитой мультипликационной «Снегурочки», «Золотого петушка», «Царицы Савской», «Мороза Ивановича» и многих других сказочных героев. Самочувствие как ваше? Ничего, терпимо, пока хоро. Разве он скажет плохо? Вижу, разговариваю, вижу. Да, конечно, только здоровье, чтобы Бог вам даровал здоровье, еще душевных физических сил. Меняются поколения, но хочется, чтобы вот такие, как вы, были известны в городе, известен ваш вклад и ваше великое искусство. Вы наше национальное достояние, Виктор Александрович. Национальное достояние для детей. Виктор Никитин, несмотря на свои заслуги и мировую известность, живет очень скромно. В небольшой комнате Ивантеевской коммунальной квартиры. За ним ухаживает племянница. В последнее время болеет. Готовимся к Новому году. Думаем, творим. Ивантеевское телевидение объявляет конкурс на лучшие поздравления к Новому году. Придумывайте поздравления, снимайте на сотовые телефоны, фотоаппараты, видеокамеры, монтируйте и приносите поздравления к нам в редакцию. Все поздравления будут транслироваться в декабре в новогодней программе ИТВ. Спонсоры конкурса – семейное кафе, ресторан-клуб, а точнее центр отдыха «Артфэмили» и Ивантеевское телевидение. А итоги мы подведем на Старый Новый год. Проводим мы такой конкурс первый раз. И если он понравится нашим зрителям и участникам, сделаем его традиционным. Хронометраж роликов не более одной минуты. Формат АВИ или HD. Ролики принимаются до середины декабря. Справки по телефону 536-49-59. Адрес редакции – центральный проезд, дом 1. Концерт ко дню матери состоялся во дворце культуры юбилейной в эту субботу. В разные дни года мам поздравляют и в других странах мира. В России этот праздник стал государственным в 1998 году. Есть на свете слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых и ласковых слов – это слово «мама». Это слово несет в себе тепло материнских рук. Любовь к материнской души – ласку материнского слова. Сегодня в зале самые важные люди Ивантеевки – наши мамы. Первый заместитель председателя Совета депутатов Елена Суханова поздравляет матерей не только от своего лица, но и от главы города Сергея Гриднева. Он сейчас находится с делегацией Московской области в Крыму, потому что именно в этот момент, когда Крыму объявлена энергетическая блокада, поддержка друзей, жителей России, жителям Крыма и в том числе мамам Крыма, очень необходима. Поэтому делегация везла туда генераторы. Сегодня также во всем городах, где есть электричество и дворца культуры Крыма, пройдет этот праздник, где наши руководители, в том числе и Сергей Игнатьевич, будут поздравлять женщин Крыма с этим праздником – с Днем Матери. На главной сцене города самые известные и талантливые дети Ивантеевки – воспитанники хореографических и вокальных коллективов, детской музыкальной школы, школы искусств и Центра развития творчества. «Чтоб юга отрела, чтоб первая свела, и в ради мой с войны домой вернусь». Комитеты по образованию, культуре и спорту награждают мам, чьи дети активно участвуют в жизни города и отличились в этих сферах. «Праздник мам» отмечается в нашей стране в последнее воскресенье ноября уже 17 лет. Полную версию концерта смотрите на канале «Ивантеевка-24» на этой неделе. «Ивантеевка» принимает гостей. Во второй школе состоялся региональный фестиваль французской культуры, на который приехали делегации со всей Московской области. Фестиваль французского языка начинается с минуты молчания в память о погибших в терактах в Париже. На мероприятие приглашены почетные гости с кафедры романской филологии Московского государственного областного университета, а также из городского комитета по образованию. «Не всем хочется вам пожелать мирного неба над головой, хороших, прекрасных отношений между нашими народами». «Наши культуры, русская и французская, очень близки. Они раскрывают душу своей открытостью, душевностью, трогательностью. Это очень сближает наши народы». Ни слова по-русски. И выступающие, и зрители – люди знающие. И общаются друг с другом по-свойски, на французском. «Представители 10 подмосковных делегаций во главе с Ивантеевской по очереди поднимаются на сцену, чтобы удивить зрителей своими знаниями французского языка». «Он не sembлит, как всю мою жизнь была крюльна». «Воих, не было ни вовремя, я не мог бы ни вовремя». «Я не мог бы ни вовремя, я не мог бы ни вовремя». «Я не мог бы ни вовремя, я не мог бы ни вовремя, я не мог бы ни вовремя». «Актовый зал второй школы превратился во французский театр. Школьники играют Золушку, красавицу и чудовище на языке оригинала. Не обошлось и без экзюпери. Маленький принц из шестого класса поет дуэтом с лисом из третьего». «Я должен сказать, что я просто восхищен талантом учеников, тем, как был организован фестиваль. Не просто приятно, но это для меня большая честь здесь оказываться. Посмотреть, какая любовь исходит от русского народа к французскому народу. Это действительно вещь, которая очень трогательна, глубоко. Хочется еще раз выразить огромную благодарность школе, городу за поддержание того прекрасного духа гуманизма, который сеет французский язык. Спасибо». Подобный фестиваль прошел в Авантеевке впервые, но все его участники надеются, что это начало доброй традиции. «Нашу программу продолжает рубрика «Новости коротко». Ноябрьские события Центральной библиотечной системы Ивантеевки по информации библиотеки. В Ивантеевской библиотеке филиале номер два прошло первое заседание дискуссионного клуба «Круглый стол». На встречу с участниками клуба, учениками 10 класса городской школы номер два, была приглашена почетный житель Ивантеевки, заслуженный юрист России, в прошлом депутат Московской областной думы и выпускница второй школы Лариса Толкачева. Во время встречи прошла беседа на тему «Избирательное право России». В рамках дискуссии Лариса Ивановна ответила на вопросы учеников и рассказала о том, как проходит работа по повышению правовой и избирательной активности подрастающего поколения. Мы же не можем собраться на вече, как в Пскове или в Новгороде, кричать громче, больше камней набросать за или против, вы знаете, да? А выборы осуществляются уже в связи с тем, что как раз через выборы народ и передает свою власть вот тем органам, которые мы избирали. Кто такие слуги народа? Николай. Вот, я так и знала. Да. Сотрудники городской детской библиотеки рассказали ученикам о детстве знаменитостей. Историко-литературный альманах с одноименным названием представили для пятиклассников городской школы номер один. Школьники с интересом слушали рассказы о детстве Пушкина, Петра I, Лермонтова, Крылова и других великих людей. Некоторые из будущих знаменитостей отличались талантами с самого рождения. Других считали никуда не годными учениками. Так, например, Моцарт уже в детстве был вундеркиндом, а Ньютон был худшим учеником. Прокофьев в 9 лет уже сочинил прессу, а двоечника Эдисона выгнали из школы. Багарин в детстве играл на трубе, а Менделеев ставил химические опыты. И все эти люди нашли свое дело, которому посвятили свою жизнь. В Зале искусств Центральной городской библиотеки имени Горбунова прошла лекция для школьников «Вредным привычкам нет». В ней приняли участие ученики 7-го А и Б класса в городской школе номер 7. Провели диспуты викторину ведущей библиотекарь абонемента Людмила Заболотнова и Елена Золотцева. Викторину посвятили истории возникновения табакокурения. Перед школьниками также выступила психолог Вантеевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних теремок Вера Ярошевская. По результатам викторин, конкурсов, дополнения пословиц и блиц-опроса были определены самые активные школьники. Главная мысль встречи – самое ценное у человека – жизнь, а самое ценное в жизни – здоровье. Завершает наш выпуск реклама на ИТВ. Магазин «Обоев» Пушкина призывает готовиться к новогодним праздникам заранее. Те, кто хотят провести каникулы с пользой для своего интерьера, могут уже сейчас закупить качественную продукцию для ремонта по доступным ценам. Создать уют в доме – задача не из простых. Необходимо учитывать множество факторов. И, наверное, самый главный из них – как будут выглядеть стены. Несмотря на широкий выбор современных покрытий, правят в этом разнообразии, конечно, обои. Фактурные, под покраску или же с дизайнерским принтом. А может, вообще фотообой или фреска? Тут легко потеряться. И лучше обратиться за помощью к профессионалам. Благо, такие работают в известном пушкинском магазине. Предоставляем в своем магазине как обои эконом-класса, то есть со скидкой и распродажей, так и очень дорогостоящие обои от европейских брендов. То есть немцы, бельгийцы, Италия, Нидерланды, которые смогут удовлетворить вкус любого клиента, даже самого требовательного. И для этого не надо ехать во всеми нами любимую Москву. Все здесь есть, в Пушкино. Обои должны быть не только красивыми, но и качественными. Фактура фактурой, но если на стену плохо ложатся, радовать не будут. К счастью, убедиться в качестве легко. Картинка говорит сама за себя. Сотни покупателей, что доверили украшение своей стен пушкинскому магазину обоев, не прогадали. Качество итальянских производителей не подводит. А, к примеру, продукция на флизелиновой основе хорошо декорирует даже не идеально ровные стены. Да и стыков не видно. Плюс весьма устойчивы к посягательствам домашних животных, обожающих проверить на прочность новый ремонт. Я живу в Красноармейске, совершенно случайно увидела рекламу по телевизору. Решила проверить, что за магазин такой изумительный. И не смогла устоять, и выбрала себе обои. Сейчас у нас в магазине проходит акция. Один рулон метровых обоев от немецкого производителя возможно купить по цене ниже 1000 рублей за рулон. Вы будете приятно удивлены. Так что, если вы хотите перемен к лучшему в доме, можете смело отправляться за новыми обоями. Помогут, подскажут, подберут. Цены доступные, качество высокое, а выбор достойный. Действует система скидок на определенной модели. Самое главное, конечно, индивидуальный подход клиенту. Кстати, найти магазин обоев в Пушкино довольно просто. Достаточно идти справа от городского парка, что возле рынка. А далее по указателю. На третий Некрасовский проезд к дому номер 3. Партнер выпуска – компания «Ивстар». Городской интернет быстрый, честный, как надо. Телефоны 8-495-518-9037. Абонентский отдел. 8-499-553-0969. Техподдержка. 7 декабря абонентский отдел работает по новому расширенному графику. С понедельника по субботу с 9 утра до часу. И с 14 часов до 20 часов. Таким образом, нынешние и будущие абоненты смогут успеть решить все интересующие вопросы за пределами своего личного рабочего времени. На этом у меня все новости на сегодня. Я, Константин Гиргая, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»